Нечасто театральные режиссеры рискуют ставить спектакли по киносценариям. Уже знакомый зареченской публике по спектаклю «Беспреданница» художественный руководитель Березняковского драматического театра Андрей Шляпин рискнул. Вместе с актерами нашего ТЮЗа перенес на сцену историю «В дороге», написанную Виктором Розовым в 1962 году. Странное, на первый взгляд, решение. Что может быть общего у молодых людей 60-х и сегодняшних тинейджеров? Как оказалось, точек соприкосновения у них предостаточно. Я не хочу быть физиком, потому что не люблю науку! Почему? Потому что только за последние годы науке обнаружено экспериментально доказанное рождение пармёнов в гамак-вамках. Установлен закон несохранения пространственной чётности в этом распаде. Но от этого люди не делаются ни счастливее, ни счастливее. Вот ты посмотри, какая ночь ухаживая, Владимир! Ты кончил 10 классов, и ты должен... Я никому ничего не должен, папа! Володьке 19. Он успешно закончил московскую школу, но в институт не пошёл. Дважды уволился с работы. От родительского присмотра уехал к родственникам на Урал. Но его и там взялись воспитывать. Даже ровесники. Витя! В том-то и дело, что я даже в институт не хочу. Ты интересный, а чем сейчас ты жить будешь? Ну, а мамин и папин? Тебя это устраиваешь? А что, вполне. Это просто замечательно. Митя, ты скажи, а ты всё понимаешь, Фризник? Да, всё. Господи, мне только полчаса такое откровение для передышки. Володька ёрничает, хорохорится, пытается казаться хуже, чем он есть на самом деле. А жизнь уже готова сама всё расставить по своим местам. Сбежав по рельсам от родных вместе с увязавшейся за ним девчонкой Симкой, Володька встречается с самыми разными людьми. Сначала парень по привычке ещё прячется за маской равнодушия, бездумно бросается словами, но постепенно понимает, что за каждое слово приходится отвечать. И отвечать не перед кем-то, а перед самим собой, перед собственной совестью. Ему пришлось добывать каждый рубль на дорогу домой потом и кровью. В буквальном смысле. Ему довелось столкнуться с подлостью и жадностью, заглянуть в глаза смерти и встретить настоящую любовь. Он сделал свои выводы. Теперь очередь за зрителем. Для моего просто героя, для Владимира, вот этот вот образ, он всегда на грани. То есть я понимаю, что если сейчас я не зацеплю именно тот возраст, который я исполняю и играю данным героем, то, скорее всего, за мной станет неинтересно следить, потому что я уже для них скажу неправду со сцены. Поэтому здесь приходится это всегда держать. Где-то вот здесь. И стараться для них, стараться что-то донести. Актеры такие молодцы. И так они искренне играют. Особенно молодой человек, который убежал из дома. Узнаю себя в этой роли. Бывает такое, что хочется чего-то так же добиться. Себя и свою маму узнаете? Нет. Нет? Я так сильно не ссорюсь со своей мамой. У нас дружеские отношения. Вот. Ну, а себя немножко в вове, в поисках истины, в поисках себя. Да, узнаю. Ну, вообще, я хотела стать пациентским, но мама говорит, что медицинская медицинская. Вот я между этим как бы свое мнение ищу. Вот. Ну, удачи в поиске. Спасибо большое. Найти себя и свое место в жизни настоящим и будущим зрителям спектакля «В дороге» желают Ольга Орлова, Денис Дубицкий, телерадиокомпания «Заречный». Субтитры создавал DimaTorzok